Друзья, мы с вами присутствуем при разборе одного из писем и возвратной посылки. Вот это очень важно для нас всех, потому что, вы знаете, садоводство, это такая вещь, где нельзя, например, как той биологии, я когда-то вам показывал, ага, и издевался над ним. Вот, там был вопрос такой-такой, а третий пункт был, нужна ли влага для поращивания семени. Ну, вы понимаете, я в таких случаях сразу вот так вот делаю, правильно? Вот, сейчас я вернусь, посмотрю, запись точно идёт? Ага, идёт. Значит, и продолжаю. Значит, и даже, то есть, а никакой прокрустного ложа невозможно биологию вложить вообще и садоводство в целом. Давайте так, из грустного письма, из возвратной посылки, из письма, написанного так горько и обидно, где меня обвиняют даже во лжи, постараемся изжечь максимальную пользу для всех. Заодно, может быть, немножко удастся обелиться. Итак, вы видите вот эту посылку, раздёрганную. Здесь много-много-много всего. Вот, а так как тут трудно понять, мы сейчас, я взял письмо, сфотографировал. Итак, описание сорта. Оставлю на себе и возврат. То есть, всё-таки, Серафим оставила. То есть, по принципу, это, когда это отдельно, мухи отдельно. Значит, Серафим оставила, Королевский оставила, Бай оставила. Так, вот это я название не могу прочесть. Маладжурский орех оставила. Вот, Розовый оставила, Герку оставила. В общем, вот много оставила, но и вернула прилично. Видите, сколько? Вот, она вернула, например, мне все эти самые. Ранетки, ранетки, ранетки. Так, колновидную, а нет, колновидную я бы не оставил. Мил бы оставил. Но, вот, вот, тут взялась, так, и взялась на... А, Фаину, Фаину, это шедевр. Вот он, смотрите. Нам с вами будет весело сегодня. Смотрите сюда. Вы видите, какие крупные плоды? Я ничего не путаю. А Фаина отличается не просто крупными плодами, а круглыми. Это её фамильное отличие. Вот, остаётся, когда я это посмотрел, я пытался понять логику. А потом смотрю ниже. А она разъясняет мне эту логику-то. Смотрите. Очень важная тема, очень важный разговор. Он касается всех. Почему? Я политику никогда не говорю. Ну, разве это политика, когда нам сейчас перекроют кислород в плане? Допустим, в Западной Европе не поедут отравленные фрукты. А я до сих пор не знаю, что лучше. Вообще не есть яблоко, абрикос, сливу. Или кушать с отравой. И витамины нужны, но в них ещё и яд. Вы догадались, что я ничего не беру на рынке. Но вы-то берёте. А про это стараемся не вспоминать. И вот получается так. Когда у нас обостряются отношения с Грузией, с Молдавией, быстренько команда ФАС и санэпидемстанция, или как там называется это, а санэпидемстанция тут же моментально находит эти яды. Причём они там и были, без сомнения. И тут же раз, потом договорились насчёт газа, насчёт цены газа, насчёт этого. И тут же оказывается, что у них яд и нет. И вот сейчас, представим себе, опустили полки. Плохо. Но ещё страшнее. Саженцы. То есть, по логике, они нам поставляют саженцы. Когда со мной вступила в дискуссию приусадебное хозяйство, вы что, вы говорите, что наши советы смертельные, опасные, бредные, бесполезные. А мы всё, эти советы идут с это самое, от учёных с мировыми именами, которые живут там во Франции, в Англии, в Европе, в общем, в Италии. Разве можем мы плохие советы давать? А я говорю, тогда возьмите чук-чук женщину, наденьте бикини и выставьте её зимой на мороз, а летом на это. Где это самое? На каждую по миллиону этих самых. Комаровый гундули, два миллиона гнуса. Вот, бикини. Вы тогда поймёте, что такое серый, что такое юг. И вот получается, что вот эта женщина, как её, Надежда Владимировна, дала мне возможность эту тему всё обрисовать. Итак, поехали. Начнём со второго поэта, начало письма. Я вам говорил, а мне 62 года. Это не воза для закладки питомника. Я начал экспериментом. Я всем говорю, ребята, это самое. Да, я перестарался. Выставил больше, чем надо было. Ну, я же хотел как лучше. Понимаете, в чём я делаю? Если вы посадите... Я беру самый страшный на свете случай. Например, вы посадили столько... Вот, 20 косточек поедут. Вот они, видите? Вот, да. Что потом будет? А потом, если будете, я вам покажу. Я сейчас боюсь отлезться. Итак, Карташова, девушка, она же... Как её называть? Это самая... Не случайный человек в моей жизни. Она ведёт мой сайт, она его создала, мой сайт. Она живёт в Челябинске. Она военно вырастила и получила что? Правильно, она получила. Да, пусть и такие плоды, как у меня, пусть в два раза меньше, но слаще ничего не бывает. Вот. Отчего вы отказались? Чем вы съелись именно на фарину? Сейчас объясню, про чего вы съелись. Вот. Мне нужен сайт плодосящий. Я вам доверилась. Информации не даёте. Бельё получите. Где вам бельё? Какое я полоскал? Вот это тот, с которым я разговариваю. Видимо, это имеется в виду. Но лично с вами не это. Я не спорил. Я, наоборот, уважительно говорил. Если вы посадили стож, допустим, манджурских абрикосов, они все будут в разной степени съедобные. Вот. Они все будут сверхморозостойкие. Телябинск, прости себе. Вот. Они все наверняка дойдут оплодошения. А они опылят друг друга. У них отцы культурнейшие абрикосы. Сейчас я всё это доказывать буду. Вот. А что вы сделали? Перелопатив кучу информации в Иннете, заметьте, Иннете, который против меня. Я тот самый один, который идёт в ногу, а вся рота идёт немного. И с теми не менее 30% могут быть съедобными. Ну, хорошо. Если бы это была правда. Допустим. Допустим, правда. Вот. Ну, посадили вы с этих самых, эту сотню абрикосов, которые вы там дикими назвали. Хотя они не дикие, да? Вот. Вы же потом-то можете, не обязательно вообще растите. Вы же выращивали 100 штук морковки. Не всем зайдут. Некоторые сдохнут, потому что у них мало ли какие бывают болезни. Вот. А ещё это самое. Мыши часть грызут. А куда без мыши это? Мыши это хозяева. Это мы там гости в саду. Вот. И получится хорошо. Ну, у вас будет десяток деревьев. Ну, 20 деревьев. Потом отобрали три самых острых. Ну, возьмите другие, выпилите. Всё, что вы мне взяли, это считайте за бесценным. У меня нет времени с... А у меня нет времени с несъедобными. 30% могут съедобными. У меня нет времени на эксперименты. А я вам там сейчас сказал это. Мне нужны саженцы, и не через 5, и не через 5 лет. Часть посадила, большую часть возвращаю. Ползуйтесь. Полуправда приравнивается к ложе. Где у меня ложь? Смотрите. Я готов к этому разговору. Итак. Есть человек, да? Мимитр. Который абсолютно... Как его можно назвать-то? Это... Ну, назовём это наша совесть. Уральско-сибирская. Вот. Уникальный человек, который ничем не пытался мне угодить, а просто взял и прислал письмо. Почему я не самого Ваулина, этого самого, учёного из Сирябинского университета, и МИАСского института? Не цитирую. Хотя я тоже процитирую, чуть позже. А почему человека, который знает о собой? Внимание. Здравствуйте, Ваулина Константинович. Сегодня общался с известным вам Ваулиным. У нас сейчас морозное, морозное до минус 38. Тревожно, засад. Александр Юрьевич, этот самый Ваулин, этот самый, это самое. В то время он был исполняющим, директор института. Сказал, что не переживай, только за ваши абрикосы. Плоды по-прежнему вкусные. Она специально, чтобы мне подхлестить, как бы, ложку дёхтя. Она взяла и назвала мои абрикосы дикими. Девала, ночевала в интернете. Дальше, генеративные почки, это все точно. Выдержали в прошлом году. Минус 38. Плодношение в среднем, это ещё 38, это ещё не удивляйтесь. В среднем. 40 килограмм. А деревья молодые. Лет 10 назад я ему выслал вот такие вот сеянцы. Сеянцы из косточек. Из-под того абрикоса, который, который может считать диким, патляр. Но у косточек есть отцы, они благородные. Там королевские серапимы, храни и прочие академики. Понимаете? Вот и получилось у него. Плоды по-прежнему вкусные. Дальше. Плодношение 40 килограмм. Но вы представляете, что это на молодых деревьях? Это не видно. Он сам ваулен в своих работах приводил пример. Рядом научу учреждения. 300 грамм с дерева, а не 40, 300 грамм. Это вот сколько раз? 100 раз меньше получается? 100 раз меньше. 120 раз меньше. И, наконец, абрикосы, которые он параллельно культивировал в других садов, 500 грамм. в среднем. 80 раз меньше. Цветки выдержали, вот это самое важное. Возвратные заморозки 7 градусов. Сеянцы ни разу не поливались. Это моя технология, которую он случайно назвал своей. Сеянцы ни разу не поливались, не обрабатывались от болезней и вредителей, только пропалывались. Я, кстати, еще и не пропалываю. Защитных полос нет. Местность открытая. Сказал, что абрикосам помогает выживать мощная корневая система. Центральный корень качает с большой глубины своеобразный антифриз. Слово антифриз это я придумал для науки. Вот. Выразил надежду, что это поможет пережить и зимнюю, нынешую зиму. Передает вам, это мне же, или за вам. Большой привет и благодарный за ваш труд. Ну, а я с большой радостью наношу все это до вас. Подравилось вам, что-то из моей книжки с уважением немытого. Да, понравилось. Но, правда, сейчас у меня речь идет о моей книжке. Вот это вот уже моя книга, но это уже, которая скоро будет издана. Собираем деньги для эту книгу. Но это будет другой разговор. Внимание. Сейчас мы с вами смотрим сюда. А мы не до конца прочитали. Это очень важно. Я потом могу забыть. Смотрите. Это была первая страница. Или наоборот, вторая. А это первая. Давайте с ней закончим. Итак, часть себя оставила. Все-таки не дура. Вот. Но почему она на меня съелась? Вот. А, понимаете, я сейчас даже скажу, как получилось, и почему она упомянула питомник. Я, видимо, я проникся к ней после первого заказа. Наверное, я к ней, я сейчас ничего не помню, но я делаю, я себя вижу серьезного человека. У него планы, у него это. Я думаю так, не просто садите, чтобы вырастить дачный сад, а садите по принципу сад-терапитомник. То есть, пусть растет, вот все эти цифры, вот эти вот, здесь всего-то сотни получается. Пусть растет все, а потом у вас в первой попытке Челябинск получил лучший сад. У нем этого-то, ой, у этого, Пуавлина-то получилось. Так, читаем, что еще она написала. Вторая посылка с дикими абрикосами. Возврат полный. Сейчас я вам покажу дикие абрикосы. Посмотрите, какие они дикие. Интересно, я вот не знаю, просчет ли она, увидит ли она когда-то этот фильм, почему? У меня нет электронного адреса, у нее нет, наверное, моего. Не зря это все письмо. Сами говорите, что подводят только слива. Если вы написали, что рядом грунтовая вода, подводят только слива. Скорее всего, так. Кстати, мне не вы, а другая женщина, которая у меня мясо говорит, там вообще сплошные озера, а между ними, если копнешь, полметра, метра уже вода. Это да, скорее, я ничего, не привлечу, ничего не это, я не помню. Но слива я советую, и абрикосы на слива я советую поливать там, где близко грунтовой воды. Потому что абрикосы просто выпалят и погибнут. Теперь так. Ранетка вообще взрыв мозга. Сибирку не положили, значит, ее на тот момент не было. Зато насовали ранеток. А в чем для вас разница? Сибирка и ранетка, это только надо разозлиться на меня. Вы увидели огромный объем работы, который предстоит, да? Поняли, что вам не потянуть. А я ошибся в том, что я-то думал, что вы действительно закатите рукава. А у ранеток 50% генома. Чего? Сибирок. А вторая полукультурка какая-нибудь. Причем везде проценты разные, но тем не менее Сибирка обязательно мне. И на Сибирку, если вы у меня бы выписали Сибирку, если бы я все-таки выслать, если бы она была, ваши яблони могли не пойти. Сибирка считается не годится для яблони. Уссурийская груша не годится для слив. Так? Вот. А допустим, яблони, груши, абрикосы мальчурские считаются не годятся для, это все для прививок, культурных абрикос. То есть культурные сливы, культурные абрикосы, культурные эти самые груши, они безнадега. Она и есть в стране безнадега. Но то, что из моего сада имеет моя ранетка, супер морозостойка, она у вас еще будет морозостойче, но в районе это теплее, чем у меня. В среднем, при среднезимной температуре, я показывал эти таблицы, на 2 градуса, это не шутка. Среднезимная температура, это не шутка. Это принципиально. Из-за этого на меня съедаться? А у вас в лесу их много, да, но ваши, вы понимаете, что вам начинать с нуля. Уже проделана гигантская работа, 37 лет позади. Как вы можете взять с лесу выкопать течок, привьете один, не получилось, привьете два, не получилось, привьете три, а она сидит и прижилась, но не растет. Это обычно и есть то, что это. Когда он предлагает готовый материал, моя ранетка, понимаете, культурные к ним любые приживаются. Почему? Они пожили в одном саду, а дальше я уже теорию не буду. Дальше читаю. Возвращаю пленку для прививки. Помню, да, спасибо, а на хрена выписывали. А если я вам подарил, так обижаться-то не надо, отдайте тому, кто там прививает. Я не помню. Или вы заплатили за него, не заплатили. Если заплатили, значит, я вам это не навязывал, значит, сами. Пользуйтесь с ними идеей. Вот тон-то какой, а? Еще раз. Итак, возвращаю, пользуйтесь. Полуправда приравнивается к лжи. Вот. Ленту возвращаю. Жалею о встрече. ничего не понял. Вот честно, не понял совершенно. Если лишнее прислал, ну, чего обижаться-то? Отдайте соседям, дайте еще кому-нибудь. Многие так и делают. Я все делаю от души. Смотрите дальше, еще не все. Итак, мы с вами попадаем вот сюда. Я буду доказывать, вы совершили страшную ошибку. Страшную. Сейчас увидите. Итак, вы сказали, что из моих культурных костей, Фаину, не зря вернули. Фаину, которая у Карташовой, это самое, моей, не просто человеку, которая, ну, не обманет же она меня, когда фотографию прислала. Я вам потом, если время останется, покажу. А, вы знаете, что вы потеряли? Сказать я вообще скажу. В поле документов набираю слово. Вы знаете, что вы потеряли? Вот это вот фото плодов в чужих садах. Вот. Тут листать надо и невозможно. Я сейчас попробую сходу найти эту самую. Вот. Кстати, вот на эту фотографию посмотрю. Никогда четвертое поколение академика, который полностью переделан, обладает морозостойкостью Манджорса никогда дичком не будет. Никогда. Понимаете? А здесь что было написано? Я потом покажу. Сейчас мне надо знать, что найти. Ой, как мне найти? Это не так быстро, как хотелось бы. Я вам покажу Фаинову специально. Морщи-спорщик. А вдруг до вас найдет? Вы же тоже с кем-то переписываете. Тут сказать, даже ли за вам письмо отправил. Грустное такое. Хочется испортить вам настроение. Мы ему испортили, а он теперь вам. Вот. Это мои косточки или черенки в чужих садах. Вот. А, кстати, то, что вы вернули, вот они. Вот, 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 вот это все, что вы вернули. Вот. Сфиксировать-то поздно. Что мне это делать? Лучше подали кому-то, и кто-то будет сразу сфиксировать. Ну, нельзя же так-то обращаться к таким богатствам. на улице 3 марта. Сейчас я хочу найти. Сколько здесь искусств фальшедевров? Ой, ну, никогда мне, да, в других фирмах все это вы видели. Я, я вряд ли она увидит, но вы это видели. Все эти чудеса. сейчас я все-таки Катю Карташову хочу найти. Вот. Вон персики и сахалин. Это искусств. Так. Эх, от какого богатства вы отказались? Нет, не полностью, но у вас какие-то свои соображения были. Вот. Персики, персики. Вот. как мне Карташову найти персики? Господи, от какого добра вы отказались? Вот этих подослушались. Я сейчас вам покажу письмо. Ахните. Вот это темирязевка. Вот это люди, которым мозги запутали так, что теперь они ничего вырастить не могут и никогда не смогут. Вы видите, что делается в садах? Вот она. Сейчас, секунду. Посмотрите, средиземная температура. У меня одевайны черепушки. Видели? А вот он, Селябинск. Потом специально. 1417, 1419. Вот. А тут 1719. На 2 до 3 градуса разница. Вы понимаете, о чем речь идет? От какого богатства вы отказались? Вот она, Катя Карташова. Вот. Абрикос, Фаин, находчики от железа. Снова Карташова. Вот они. Ну что? Это второе урожай уже. Вот еще раз. Господи, судьба моя такая. Пусть вам покажут вот эти вот. Вы же Фаину вернули, видели, там себе просерк поставили. Фаину, Фаину. Что натворили? А теперь сфиксировать поздно. Вот она еще. Ну что? А теперь кого вы слушали? Ходите, покажу, кого вы слушали. А вот еще фотографии. А, так она же ваша землячка. Челябинская область, Катар, Ивановская. Это вы? Вот она, Челябинская область. Это же ваша землячка. Да мы бы сейчас с ней подружились. Она теперь говорит, да я питомник заведу, у них же есть эти пчелы. Теперь питомник сам напрашивается. Лады, красивые, румяные, т.д. Вот. Вот еще. Ну что скажете? Ладно, теперь это самое. Уже прошел до следующей автор. Фух. Души становится легче. Это моя сладкая месть. Как мы написали полуправда это ложь. Посмотрим, что такое полуправда. Так. Теперь мы идем сюда. Ольга Исакова. Знаете, кто такая? Вот. Ольга Исакова это в опусте за телерезвики заносчивость дикая, невероятная. Она, ее подруга Наталья Медведева, они вступили в схватку, но так как у них аргументов не было, у них была зато грязь. 70 лет прожил, она не нажил. Вот. Лопату сын мой держит, готов убить кого-то такой злобный. Вот это научный термин, это научная дискуссия. А что она написала моему брату? Пока еще не разозлилось. Дело в том, что это все, что вы сейчас считаете, да, было взято, ну, как бы сказать-то. В общем, за последние 8-90 лет ничего не продвинулось. догадайтесь, кто из точек. Вот, если бы в каталог было написано, что косики от сортов, а вот знаете, что такое сорт? Это моносад. Моносад это болезни, моносад это энцест, моносад это когда сам себя опыляет. Знаете, что такое энцест? Вот. Это близкородственная связь. Вот что такое моносад. А теперь дальше. Зато это было бы честно. Представляете, у меня одна фаина и больше обчём якобы 300 метров переносит. То есть 300 метров сад с фаинами, ещё 300 метров сад с академиками, дальше через 300 метров сад с этими с баями, с королевскими, ещё и так далее. Это реально? Нет. Зато это было бы честно. Смотрим дальше. А вы это имеется в виду нашу семью. Он Железов, я Железов, Юрий Железов и Валерий Железов. А вы продаёте косточки от свободного перекрёстного пыления сортов как сорта. А это обман и шарлатанство. А я всё это комментировал и, наверное, вот это как ещё раз Надежда Надировна, может быть, всё-таки приняло их в сторону. Ну, не может там кандидатному пропустить к тебе рязевики. Вот. Как они про себя писали. У нас шикарное образование. Подумай, что ли траву выращивала. Люпид называется. Вот. Но ей это не надо повторять всё это, проверить, вырастить абрикосы, проверить, получится ли вот как у моей подружки, подруги Кати Картошовой вот такие вот абрикосы или не получится. Внимание. Получается, что вы применили слово обман. Наверное, вы всё-таки просто меня же и мою дискуссию смотрели. А, или просто у Туманова 1 миллион 100 тысяч подписчиков просто там это прочитали и решили, что же я за вас обманул. Вот. Итак, корсочки от свободного перекрёстного пыления обман шарлатанства. Не передаются сортовые качества сортов при генеративном размножении. А скажите, я всё время откуда новые сорта берутся? Я вот ничего понять не могу. Вся гигантская машина, гигантский механизм работает как раз не на прививке как же они отрицают, а я вам потом покажу, они отрицают вигнативную гимнодизацию. То есть с помощью прививок можно получать новые сорта. Отрицают на здоровье. А как вы получаете новые сорта? Это что, вся ваша наука? Это же вы не мне, как камень, не меня кинули, а в науку. Сорт А для вас стойки, зато несъедобный. Сорт Б съедобный, вкусный, но зато замерзает. Скрестили. Надежды, что лучшее качество как пазлы сойдутся. Одного и второго так что падут. И бывает такое. Вспомните, допустим, бельфор китайку или этого самого, или пепин шафраны, ничего не надо. Ну, вспомнили? Это особая, важнейшая работа. А людям, вы отказываете. Вот уже Элизава выписала, знаете, сколько здесь? Ой, 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 ой. Вы посмотрите. Вот они, мальчужские абрикосы. А я вам сейчас их покажу. Итак, а, ну, дочитаю. Не передаются сортовая качество? Не передаются? Ну, конечно не передаются. Кто, что я вам показывал, а я вам еще показал. Где там у меня этот самый, вот, а я-то не догадался, я докачиваю только. так, внимание, внимание, о, вот это вот, вот они, это вы, от этого, я, когда увидел, что вы мне обратно высурили, сейчас покажу. это второй камушек ваш огород, вы че, с ума посходили, насыкал уверен, сейчас, сейчас, о, 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 55 грамм, сейчас, а вы знаете, что они, сто процентов, сохраняют, венгарки, свои качества, сейчас я вам покажу, вот сколько мне вернули, богатство какое, одна беда, знаете, в чем заключается? Вот они, здесь, три, разные сорта венгаров, включая венгарку розовую, видите, синяя и розовая, видели, сколько тут, внимание, посмотрите внимательно, это, последний раз, вы их видите, вот, потому что больше вам никогда ничего не вычисли, даже если вы за голову спали, через 4 года, иметь вот это вот, ну, на 5 миллиметров, на 5 миллиграмм будет меньше, ну, что вам надо, этот человек получил мою, вот еще одна, венгарка, я жил на Украине, там, с родителями, мы ходили в колхозные сады, мы как обезьяны, лазили по деревам, 10 везет для колхоза венгарок, 11 ван, бесплатная там, кушать там, на варенье, вот, сродных никто там не прививал, они чуть-чуть мягче, там где-то были 30-40 грамм, а это привитое, значит, 55 грамм максимально, посмотрели? Понравилось? Смотрим дальше, я с вами еще не рассчитался, за оскорбление, за то, что я лгун, вот, давайте смотрим дальше, да, что же нам с этим это делать-то, вот, итак, читаем до конца, из этих костей, не сорта выросли, а речки и жердели, это было написано, где-то в 30-40 году, это получается, 8-90 лет назад, вы понимаете, с тех пор, это как, знаете, все спорили, можно ли прыгать с парашютом, нет, нельзя, ноги оторвутся, если человек прыгнет с парашютом, момент раскрытия парашюта, у него ноги оторвутся и улетят, вот это ваш уровень, вам верят, выкладывают по 1000 рублей, не по 1000, а 20 или 25, а еще скидки, зачем было от злобы вот это вот писать, сколько людей прочтет, так же, как прочла вот эта вот, дама, скольким людям вы голову заморочили, а, выпускницы, эти мерязевки, выходи, чтобы я переважала команду, вот это вот, мои, абрикосы, это, я его назвал, суперсорт серафим, еще один вариант серафима, я на вебинаре показывал, еще один вариант, поменьше, он на сладочном поцелуе, вот, видите, еремин, у меня есть косточка абрикоса серафим, это тоже серафим, выросло абрикосовое дерево, с прекрасными вкусными плодами, весом 30 грамм, ну ладно, вот эти привиты, тут не отнимешь, еще и больше стали в два раза, чем ожидал, а здесь, выросло, 30 грамм, ну отлично, прекрасными вкусными плодами, это что, я пишу, ну, а из косточек слива сувенир Востока, это еще один мой шедевр, выросли сливы с плодами, ну будем, округляем, 50 грамм, по виду абрикосы были такими же, как сливы, то есть крупными, но дело в том, что абрикосы легче сливы, наконец, вы имели наглость обозвать, эти мои, косточки дикими, и ваннационная разработка, вот он, предлагается Института макроэкологии, филиал университета, автор разработки, вот он, я на него ссылаюсь, помните письмо, которое Немытов, наш общий друг, что минус 8 выдержали заморозки во время сведения, минус 38 выдержали мороз, и дали урожай 40 килограмм, видели это все? Это, еще раз говорю, это человек, моя совесть, это, а теперь сам Ваулин, который забыл о том, что это все эти агротехника и косточки, ой, сеянцы, сеянцы, они у меня росли под маньчжурским абрикосом, диким, вот он-то дикий, еще раз говорю, у этого абрикоса супруги культурные, что получилось? Вот это вы потом прочтете, второй раз включите фильм, вот, и внимательно будете читать, это вам пригодится, 20, 58, даже 58 килограмм было, продуктивность одного дерева, представляете, на четвертом, уже на четвертом плодоношении, то есть всего четвертый год плодоносил, уже было до 58 килограмм, это 7-8 ветер с дерева, представляете? Внимание, вы-то наверняка знаете, что ничего не должно получиться, правильно? Саженцы, 12 сортов абрикосов, посаженные рядом, и в те же сроки обеспечили пропустивность полкилограмма с дерева, не 20, 58, ну, вы понимаете, а кому вы вот это все вернули? Вы понимаете, что вы натворили? А? Посмотрите последний раз, что у вас там, в вашем окружении не было садоводов настоящих, да были, соседи, да вы после этого, это самое, ой, здесь слов нет, еще, экспериментальный сад, Челябинской, опус, сортов в этом участке, наука, продуктивность взрослых деревьев, 300 грамм с дерева, вы поняли, что такое эти самые, вот сейчас только он держал в руках, тряс, этими манжурскими абрикосами, а теперь смотрите, у меня сейчас косточки ваши, не с манжурца, а уже с его детей, второе поколение, а второе поколение, оно более благородное, а он еще с самого первого, с подманжурца, дикого, ну-ка давайте смотреть, это с поддикого манжурца, почему я все помню до то, что с твоей плохой память, да потому что, это первый и последний случай, когда наука на внимание обратила, ну правда потом забыла, кому обязаны, ну, ну, вот, в телефонном разговоре со мной сказал, все сладкие, ну, 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 что я не вижу, что у этого папа Амур, а у этого папа Серафим, а, ну, вот поменьше, ну, что ж, бывает, а зато соки, компоты, варенья какие, вот они урожаи, ну, успокоиться не могу, это еще не все, вы что написали, жалко, времени нету, смотрите, вот они диски, так, вот, может быть, в конце все-таки включу, мне приходится, вы скажете, вы подменили, мне приходится клясться Богом, а я богоискатель, и все знают, что я все собираю пользу Бога, доказать доказательства, что для меня, этот самый, дарвинизм, это даже не ошибка, это глупость, вот, для меня, что мы, жизнь произошла на земле, на земле, заметьте, из грязной лужи, случайность слепания молекул, это глупость в квадрате, я богоискатель, если я сказал, что, это, верю в Бога, и я клянусь Богом, то, вы сказали, два диска не открываются, все четыре открываются, может, в конце, вы сейчас устанете, может быть, не досмотрите, сильно длинно, но я все-таки вам, может, покажу, вот, клянусь, не подменял, вот, видите, да, теперь, это мы посмотрели, что бы еще увидеть, может быть, что-то упустил, и так, с этих косточек, никогда не получится дикие, никогда, есть еще причина другая, несколько поколений, насыщение метра по Мичурину, наслоение метра по железу, они, у них уже это, как сказать, перевес, помните, там было у вас 30%, или одна треть, а сейчас уже 10%, а может быть, и ноль, вот, и как может, выпуститься, эти меряжеки, сослаться на статью, восьмилет, в восемьдесятилетней давности, не имея ни малейшего понятия, что творится, как это возможно, я, как вы мне объясните это все, горчинка, я что ли это придумал, у трех из 25, отмечалась небольшая горчинка, но у трех из 25, где ваши 30% или одна треть, небольшая горчинка, несмотря на небольшое количество гибридных форм, а их вообще не должно быть, они все под одного манчжурца, дикого, в опыте наблюдалось большое разнообразие по времени созревания, еще раз, самое скороспелое в первой декаде являлось, самое позднее в первой декаде, вы понимаете, что получилось, получилось, что теперь, когда из этих костей вырастут саженцы, они будут, у них большой разброс по времени, и никогда, они все одновременно не попадут, и не получится так, что раз, как там было, помните, выдержит минус 8, а если минус 10, ну пусть у вас в саду 10 деревьев, ну пусть 30 замерзло, а 7-то, или до того, это, отцвели, или после зацветут, вы понимаете, в чем прелесть, качество, еще раз показать вам, это, все не могу успокоиться, вот это вам не надо, вот это вам не надо, так, будем заканчиваться, закругляться, наверное, я очень, что-то очень важное пропустил, наверное, мне надо сейчас взять, например, книгу, я всегда дарю, зачем было высылать обратно, может решили, что она не открывается, где-то допускаю очень важную мысль, бывали случаи, редко, один там на 20, вы знаете, не открывается, я проверяю, открывается, потом оказывается, я пишу, у меня открылось, вот, то есть присылает, я говорю, давайте я вам еще раз вышлю этот диск, я человеку говорю, а вы к соседу, у него же такой же компьютер, а вдруг у него откроется, это при том, что я не понимаю, что такое, каком она в этом самом, разные программы, ничего не понимаю, потом письмо, тогда еще диски были, а интернета не было, и тогда письмо, вы знаете, у соседа открылось, извините, я вас чуть не обвинил в этом, во лжи, интересно, будет ли она извиняться, давайте так, вот 4 диска, мне просто интересно, от чего вы отказались, может тайком посмотрели, а может быть у вас не открылось, я не исключаю, что, что у вас обманула сама техника, а вы меня сделали, по неволе мошенника, то есть полу ложь, полуправда это ложь, помните, вот, а вы, вас советую, всем остальным, пожалуйста, будьте добры, глядите, что сделаете, накупите у меня эти диски, поверьте, у вас они откроются, это мой сад, моя невестка, вот так я встречаю гостей, то есть не я, понимаете, дело в общем-очем, нам нужен все-таки сейчас, небольшой социологический опрос, смотрите, здесь у нас, в основном, понятно, дачники, это и, как же понятно, я спрашиваю, есть ли Степановский персонал, не пришли, они все умеют, ладно, скажите, кто из вас, хотел бы, имеете или хотел бы иметь свой собственный питомник, поднимите руки, так, а? место нет, нет, другой пример, хотел бы, вот, половина зала, это очень солидно, это очень серьезно, дело в том, что моя помощь может быть, конечно, допустим, поэтому пока те советы, автоматом не меняясь, даже запятых шли, от 19-го века, прошли середину 20-го, и перевалили до 21-го, ничего не изменилось, это негодный материал, мы стараемся, что-то, это я листаю, следующий, это я, чтобы вам, так сказать, заинтересовало, чтобы, а кто из костей, кто за самый возраст, это костик, опять же, друзья мои, взять в отношение, взять кост, вы поняли, да, ценность этих дисков, еще раз, клянусь Богом, все четыре открываются, или я подвела ее собственная техника, вот какой-то старенький компьютер, программа не та, вот, она мне все четыре обратно, ну, если четыре, два-то открылась, зачем она мне их обратно-то, меня позлите, когда она может спокойненько и кому-то подарить их, пусть у нее два открылась, им цены нет, этим диском-то, если бы мы в каждой семье во всей России уже перестали бы этой дурью маяться, которая мается, там, где я рассказывал, вот такая ветка, я беру только с самого низа, вот столько, и получается с 50-граммовых плодов, 100-граммовые, а если я возьму верхнюю часть из 50-граммовых плодов в матовом дереве, получается 20 граммов, этого-то никто не знает, не проверял, не сравнивал, а я брал, вот, привил для плодоношения, следующую веточку, вот как я там держал в руках, видели, следующую, 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 я за базар отвечаю, извините, уже по неволе перейдешь на такой термин, глаз, слух, наверное, режем, так, что мне осталось сказать, может быть, все-таки в Челябинске написано, ну, неудобно адрес говорить, ну, не имею я права, улица Элитар-Канова, ну, там, дом, это самое, вот если умножить даже две цифры, дом на квартиру, это значит, там живут несколько тысяч человек, на этой улице, так что, и в то же время хочется, чтобы она увидела, узнала, что это такое, чего она стоит, что-то я мог упустить, дальше можете не смотреть, в принципе, все, что я хотел, я сказал, так, все, что хотел, все сказал, вот, самое страшное, когда ученые остались, на сто лет отстались, на целый век, ну, что же вы творите-то, на целый век, на целый век, сейчас я не посмотрел, там, дикие груши, я высылал, нет, дикие груши, могут не пряжиться у вас, а мои дикие, с моими культурными, уже давно, и это называется, беспорядочная, половая связь, вот, и получается, что я не простой сад, у меня особый сад, таких просто не бывает, во всей России, на всей планете, на всей планете, не могу успокоиться, как можно было оказаться, кстати, вот новая книга, это я, в любом случае, пытаюсь это, это уже не к ней, обращаюсь к вам, садоводство для избранных, тайны плодовых деревьев, она еще готовится, отправляю вас, Павлу Троценко, сотрудничать с ним, собираемся, он пишет, собираем средства, напечатать новые книги, она почти готова, книга будет в твердом переплете, ранее ждали две книги, все, больше не заказывайте, Северный сад, пусть он был, да, самым дорогим, 1300, закончился, нету, записка зачарован, еще есть, и вот эта книга, будет вот столько стоить, для тех, кто сейчас заплатит, вот, а вот тут его данные, все, наверное, я закончу на этом, хотя, знаешь, что-то забыл, а, у меня вебинары по, у меня вебинары по, у меня вебинары по, у меня вебинары по, понедельникам, смотрите, кто хочет со мной дружить, а, кстати, Галкин сад, наконец опубликовал мою, видите, Галкин сад, хвастаюсь, вот это, о прививках железов, подписчикам канала, вот свежий фильм, так, мои, оно там редко печатается, мои, садоводство по железу, это мой канал, кто еще меня не знает, да, вот, а здесь я пишу, имею право быть, это, самое, подписаться, пока больше не буду, называется канал, садоводство по железу, вы здесь, у противников, миллионы просмотров, помните, этого самого, Поливкину, которая, третий миллион людей, учит убивать деревья, в прямом смысле, учит, но это в другом раз, в другом месте, так, теперь, в другом раз, в другом месте, а, кстати, тут действительно беда, сейчас я вам покажу, о моих простающих, это 8 особых свойств, для поддержания здоровья дюсел, и укрепления, здесь долго реклама мешает, я возьму, и зайду вот сюда, вот сюда, так, компьютер, архив, уникальный архив, равного которого нет на всей планете, так, понимаете, что из-за нее, что, вот сейчас все, что она вернула сотни, семечек остек, им уже, и уже практически поздно, можно попытаться, есть так называемая, я ее называю, знаете, как, это был прошлый вебинар у меня, согласитесь, что, я многое знаю, многое умею, вот они, вот все, что, если бы она сразу застректировала, и допустим, не высадила, и пролежал ближний месяц, там допустим, май, июнь, вот что было бы, вот тот сувенир Востока, помните, это чудо, видите, вот так они проставят, пролежа, вот снимал в июле, вот, как у меня качество, годится, нет, гожу себе в эти самые, таких не берут космонавты, а вы не, вы не стали космонавтом, видели, вот, все, этот вопрос, прошустили, так, теперь, значит, так, еще бы, наверное, еще бы, наверное, заглянуть, вот, нет, или хватит, компьютер, показать я, чего она отказалась, ну, не могу успокоиться, вы понимаете, у меня, этим самым, мошенник, фактически, когда говорит, полуправда, это ложь, значит, я лгун, значит, я мошенник, так, нет, вот, еще раз, набирайте три слова, сайт, садовода, железного, допустим, в Яндексе, я набираю, вы окажетесь, вот здесь, да, потом, под язык, положите, вы ледов, и посмотрите, это я не ей говорю, она это, скорее всего, никогда не видит, вот, видите, от чего она отказалась, все эти косточки, семечки, взяты из этого сада, все это, все это взято, из этого сада, вот, показать, поину, которая, обратно, прислала, но ей тогда, вообще, плохо станет, если она, правда выйдет, ладно, пожалею, не буду, там, плоды были, 8-90 грамм, все, друзья, на этом я заканчиваю, вот, до свидания, может быть, у меня немножко давление снизится, еще пару таких писем, и все, и прощай, верну, до свидания.